привет друзья вот наконец долгожданный новый выпуск про могилевскую крытую спасибо всем кто его дождался как вы могли заметить если вы подписаны на мой телеграм и смотрите другие видео сейчас немножко было не до этого не до крытой и не до сериала потому что в стране у нас происходят очень важные вещи важные события и поэтому я больше был занят тем что передавал свой активистский опыт опыт участия в политике другим активистам протестующим революционерам делился своими знаниями с тем чтобы люди могли более эффективно противостоять репрессиям бороться с режимом и не допускали какие-то ошибки и поэтому я призываю и вас всех да кто меня сейчас смотрит конечно же быть активными учиться учиться и бороться за перемены нашей стране участвовать в политике выходить на протесты поддерживать репрессированных поддерживать блогеров и делать все это конечно же не только на выборы а делать это всю свою жизнь чтобы жить стране где ваши права и свободы уважались и где не было бы таких мест про которые я буду рассказывать сегодня ну а теперь делом в этот раз я буду отвечать на вопросы некоторые которые пришли в комментарии сейчас это два вопроса один про цыган и один про медицинское обслуживание в тюрьме начну начнем с медицинского обслуживания понятное дело что она плохое ну сказать то что она плохое да это ничего не сказать это как бы уже общее место но в общем и целом конечно же врачи относятся к заключенным плохо они не считают что их нужно как-то очень уж хорошо лечить не очень считаются с их страданиями с их потребностями и во многом потому я считаю что большинство если не все врачи которые работают в тюрьмах колониях это мусора то есть они носят форму у них есть погоны и звание и они все прошли обучение я думаю на факультете там как внутренних войск и это конечно во многом предопределяет их отношения к зэкам отношения такое довольно скотская часто но это очень зависит от учреждения на самом деле в разных учреждениях по разному где-то чуть хуже где-то лучше конечно очень сильно зависит от врача потому что действительно есть в тюремных больницах врачи которые действительно относятся по-человечески но что касаемо какой-то жести да то есть примеров этот вот плохого обращения я их сам видел довольно много и со мной лично происходило тоже конечно достаточно достаточно вспомнить что там на жодина я слышал легенды неодноразово что местный стоматолог он рвал зубы зэкам через кормушку то есть зэк открывал рот он просто он даже не считал нужным вызывается там куда-то на какое-то стоматологическое кресло садить человека я думаю там это кресло есть потому что бюджет это под это выделяется но скорее всего на этом кресле он лечит бесплатно других как бы ментов до по знакомству и все он просто бросают руку с этими плоскогубцами дали щипцы не знаю как это там у стоматологов называется и выдирает зуб этому зэку который у него болит или слышал историю о том что на и к 10 дед какой-то пришел пожалуйста что у него что-то там болит сердце его просто грубо можно сказать послали медицинский персонал он сел на скамеечку там возле медчасти и умер вот и возвращает а то что я слышал да ну а то что видел своими глазами ну возьмем просто то что происходило со мной да то есть там же на жодина у меня случилась такая проблема у меня врос ноготь на ноге там очень большие проблемы с обрезанием ногтей потому что те ножницы которые вам может выдать контролер они ну практически круглые одну вот они такие же острые как мой палец то есть я не при здоровая обрезать ими можно на максимум там лист бумаги да но никак не ногти на ногах и поэтому мы все все зеки обрезают ногти мойками это как вы помните лезвие одноразовые бритвы для этого нужна определенная сноровка во первых не порезать себе палец что очень просто во вторых обрезать как бы ровненько ну и какой-то момент я обрезал его очень очень коротко да и в результате он начал как бы врастать в мясо но я думаю у всех это было хотя бы один раз и после двух недель такого врастания у меня между получается собственно к тем ну вот сбоку да если вы смотрите вот много сбоку между собственно ногтем и вот этим как бы мясом да как бы собственно пальцем образовался кровавый нарыв до из которого сочился гной и кровь размером ну где-то с большую фасолин и я не мог носить носки потому что они моментально пропитывались этим гноем я не мог нормально ходить мне хождение причиняла боль вот и я постоянно постоянно маяковал врачу просил 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 мне не делали ничего то есть один раз фельдшер которая пришел по моему вызову я вам показал он такой херня я с такой хернёй в армии пять километров бегал думаю ну зашибись так а мне что сделаешь это в армии бегом нашу легче от этого или у меня болеть перестанет или что то есть такое отношение да вы там типа ты типа там еще неженка какой-то да нихера себе тут в армии бегал а ты плачешься ну молодец да что ты бегал я же не иначе ты такой дебил но в итоге я очень долго долбил им там мозги и даже объявил голодовку и меня вывезли не вывезли перевели точнее в жодина на санчастье то если не ошибаюсь 5 корпус там санчасть боюсь ошибиться вот на санчастье было довольно прикольно там интересные люди там со страхачами сидел вместе в камере но это уже отдельная история вот и я там пробыл около двух недель меня переводит думаю о ура классно наконец-то конец пришел моим страданиям то есть наконец-то не перестанет болеть но от него сделают операцию маленькую обрежут там этот кусок ногтя вырастающие всего делов но этого не произошло я находился там две недели и все две недели единственное что мне там делали это кололи антибиотики чтобы меня не было заражение крови и перевязывали этот палец а шо он тебя там дальше растает ну пусть растает дальше какая им-то разница вы мне сделайте обрежьте ноготь этот убедную сделайте так чтобы он не рост у нас нет хирурга мы не хирурги ну хорошо ну и им то есть по барабану что там дальше с тобой будет будет этот ноготь палец там отрежу отрежут тебе его не отрежете вообще пофигу он может и ходить не можешь настолько равнодушие настолько безразличие общих тебе кто им там каким-то страданием ну тогда это был еще первый год мы отсидки меня конечно да это очень поражало это напоминаю тюрьма номер 8 жодина вот и и благодаря только моим родным которые там суетились на воле меня вывезли на республиканскую тюремную больницу которая тогда находилась на и к 1 это на улице кальварийской кто минске живет знает там сейчас большой комплекс жилой новых домов возле моста до возле станции метро молодежная и мне я приехал туда так зона раньше было для бывших сотрудников считалось очень коррупционной также там ломали блатных про это будет у меня рассказ еще в конце и вот туда я приехал мне буквально на второй же день сделали операцию обрезали этот ноготь я думаю мне удалят полностью на самом деле меня просто обрезали вдоль выняли самое прикольное что когда я мне врач размотал эту перевязку смотрит на этот нарыв здоровенный и он даже позвал медсестру горит там оля или там кассе не помню иди сюда посмотри на это стоит это врач который казалось бы работал даже в тюремной больнице уже должен был ух всякое повидать но даже он такого не видел он офигел как бы отведено вот то есть это нарыв просто был очень очень запущены чтобы понимали примерно от того момента когда у меня начало садят но хотя почувствовал первые симптомы то моменты как не сделали операции прошло больше месяца то есть у меня это время в токус углублялся усугублялась этот нарыв рос рос это как бы я его сам сам с ним ничего не мог сделать хотя там его и колупал и резал и там надрезал и что только не делал но ты ничего не можешь сделать как бы это вот но правды ради стоит также сказать что довольно много было и достойных докторов то есть это женщина была врач очень достойно на пятнашки к сожалению уже не помню как ее зовут потом хороший врач стоматолог был на горках сделал мне несколько зубов там пломбы поставил которым стоят по сегодняшний день на рб вот на республиканской тюремной больнице также были хорошие врачи вот этот мужик который мне делал палец резал нормальный и на могилевской крытая собственно о которой речь идет там ничего плохого за врачей сказать не могу тоже забыл к сожалению же вылетел из головы как звали там нашего главного врача который нас все время лечил но в межах как бы своих компетенций возможностей лекарств которыми были но нормальный был и относился всегда по-человечески то есть не игнорировал ничего но самые ужасные врачи это было на и к 17 шклов и на жодина ну и на володарке пожалуй тоже вот потому что просто абсолютно безразличное пофигистичное отношение ну даже к животным домашним люди более сострадательно как бы относятся там ну вот у меня был на семнашке случай по два раза делаться обход фельдшера в сутки в зла хайзов пока ты был я маяку ему говорю там здрасте подойдите у меня там были уже не помню что мне туда болело у меня там кто-то говорю болит он не через глазок поднимая глазок знать чем отвечать дак от меня ты что хочешь я даже на секунду потерялся говорю смысле чего я хочу хочу чтобы вы мне помогли ну типа вы фельдшер или кто но у меня но анальгин аспирин ну то есть это не шутка да и не байка когда действительно зэк вы вызывает врача врач приходит один за горит а у меня там голова болит выходят у меня там живот болит врач берет анальгин разламывает на две части говорит это тебе от живота это те от головы смотри не перепутай но это это не байка это реально такое было вот но это вот что касается врачей второй момент это цыгане очень интересная обширная тема но я наверное только вскользь коснусь я был близко знаком с четырьмя цыганами за весь свой срок первый это был миша мы с ним познакомились на rb это такой мужик который сидел за разбой цыган он был очень начитанный очень разумный и с ним было очень интересно поговорить он приехал с ивацевичей мотал там свой срок 6 лет за разбой другой был это ваня мы с ним сидели вместе в пк т на семнашке это очень доставучий и стремный чел у него было по моему 15 за убийство он выносил там нам постоянно мозги требовал курить рам сил с мусорами создавал там ну просто на семнашке там был нормальный смотрящий до виталик шаленый которые там все нормально улаживал с мусорами у нас все было всего было в достатке и не было там какой-то беспредела мусорского но этот ваня постоянно ставил палки в колеса сразу с ментами создавал там плохую атмосферу долбил мозги шаленому чтобы он загонял сигареты потом его вывезли на крыту ну короче не хочу говорить плохие слова но ваня так себе получал еще один коля цыган да то есть он сидел за изнасилование тоже там же на семнашке в пк т мы вместе сидели тоже его вывезли на крыту но в крытой он очень сильный много скандалил конфликтовал с сокамерниками своими в итоге после того как он сменил три камеры его блатные побили и выбросили с хаты вот сидел как я уже сказал за изнасилование стремный и крайне неприятный чем ну и четвертое это собственно морик да с которым мы сидели то 20 хате в могилевской крытый он был уже такой более приятный собеседник и сокамерник да и не помню рассказывал или нет но он сидел за тоже тоже за убийство за то что был своего со сородича соплеменника скажем так и он очень много мне рассказывал про цыган про их культуру про их отношения конечно там но он сам из баранович и там наверное у них как такие более не знаю деревенские данные цыгане как цыгане из маленького города они у них там свои немного расклады потому что он рассказывал что цыгане которые живут больших городах они уже более ассимилированными не соблюдают традиции многие не знают цыганского языка и как бы дружат с русскими тоже такой момент за которых мы с ним постоянно рамсили он всех белорусов называл русские и не только он вообще все цыгане них нету понятия беларусь у них любой человек который говорит по-русски это русские все время там ну вот у вас русских так я такой виталик не русских а белорусов да ну ладно беларусь потом через 10 минут опять ну вот я вот с русскими до общаюсь игры виталик мы же не русские мы же беларуси вообще находится а да да нормально я рис на несколько месяцев его переучивал и там через несколько месяцев он же такое это наверное а почему ты так на это внимание обращаешь это наверное как-то связано с политикой до игру ну ты верю давать ли вы действительно связано с политикой но ну в итоге вроде как переучил его да но он рассказывал что вот у них считается как бы зашкварным что если ты с русскими общаешься больше чем с цыганами ну из большего эти как традиции патриархального общества не отмирают уже нет этих таборов до которые там путешествуют там на конях или еще на чем-то практически все цыгане в беларуси они живут оседло в основном по деревням держат свое хозяйство кто-то подворовывает да вот как он там рассказывал что очень многие да то есть подворовывают или где-то каким-то мелким мошенничеством то что там стереотип что якобы все торгуют наркотиками это уже не так но воруют как бы он как говорил действительно многие то есть и женщины и дети но еще такой интересный момент что у них не принято мужчинам трудиться считается что мужчина глава семьи он должен вискнуть как бы в достатке всю движуху должна делать женщину вот он так игре у нас мужчины не работают но когда он пришел к нам в хайсу ему пришлось работать до наравне со всеми убирать мыть посуду там еще что-то делать ну не готовится не готова потому что готовил я всегда практически в хотя это было как бы моя обязанность которая добровольно на себя взял вот хоть какой-то творческий труд до тюрьме когда было что готовить у нас конечно было далеко не всегда но там какой-то там или сыр там на бутерброды наложить или какие-нибудь сварить макароны когда заходила передача это все этим всего я занимался вот и мы его порой так подкалывали гриле виталик смотри тут жены нет тут все придется самому делать вот и он такой через несколько недель феминисткам понравится ритда говорит я раньше не задумывался принеси чай на возьмет и принесет кружку поставила на взял и убрала помыла а вот тут все все сам это же какие наверное тяжело было но так короче стало понемножку меняться сознание вот и он рассказывал тоже много всяких приколов туда в общем и целом у них закрытая патриархальная культура то есть женщин голос вообще не учитывается вот женщины как бы обязаны работать мужчины вроде как могут этого не делать еще такой прикольный цыганские обычаи я вот уже узнал это тоже для социологов для антропологов будет интересна тема для разбора что у них есть аналог как петушат не у зэков так у цыган такая же штука называется магирдо то есть сделать магирдо это значит человека загнать в касту неприкасаемых если какой-то цыган мы тоже у них есть как бы собрание да то есть они собираются и на воле как бы собираются и в зоне в зонах где цыган достаточно много у них был обычай что они каждое воскресенье собирались вместе пили чай то есть них там рулили какие-то свои вопросы тоже у них был свой отдельный цыганский смотрящий ну как принципе любая община любая не важно национально ненационально они объединяются в какую-то группу создают там какие-то свои социальные связи иногда горизонтальные иногда вертикально и вот тоже самое у них конечно на воля да у них есть то есть барон есть там поместные бароны есть барон над баронами ну и так далее и вот когда какой-то цыган там делает поступки порочащие как бы его комьюнити или делает там или обманывает еще что я уже честно не вспомню что именно считается у них зашкваром ну в общем говоря вредит сообщества да то ему делают так называемое магирдо заключается в том что женщина берет трусы свои и бьет ему по лицу трусами и после этого цыган считается отсаженным то есть с ним нельзя садиться за один стол ему нельзя жать руку ему не с ним нельзя там общаться потому что туда сам как бы будешь зашкварен вот эта штука называется магирдо но отличие от от сажен асти в тюремной культуре до от петушатни в том что это магирдо через время снимается то есть ты можешь какое-то время там походить от сажены потом тебя возвращает в комьюнити но я думаю это объяснимо почему да то есть потому что видите тут даже интерес такой момент общинного правосудия зэки в тюрьмах они же когда-то освобождаются то есть это освобождение для них как эквивалент выхода из этого статуса да и поэтому в принципе в тюрьме целесообразно тебя сделать петухом до конца срока да то есть потому что какая разница все но ты выйдешь там будешь жить дальше обычной жизнью особенности срок небольшой а в цыганской жизни ты же в этой комьюнити до конца жизни и без естественно с точки зрения правосудия нецелесообразно да да там до 70 лет пока ты не умрешь до делать тебя от сажен и есть смысл тебя как бы наказать чтобы ты прочувствовал и потом вернулся как бы в сообщество ну вот такой вот интересный момент у них был ну и в общем рассказывал также случае про то что у них тоже считается зашкваром если девушка цыганка там начинает встречаться или тусить с русскими да и у них обязательно считается что женщина должна быть девушка должна быть девственницей момент выхода за брак и он рассказал даже какую-то историю что у них была свадьба какого-то цыгана тоже молодого с девушкой и после свадьбы он выбегает там там после первой брачной ночи и давай бежит к ее родителями начинает жаловаться что мол эта девушка не девственница поднялся рамс собрались родственники одной стороны оскорбленная да что типа какого хрена там эта девушка зареванная кричит рвет там на себе рубаху говорит что нет и на самом деле девственница и соответственно его родственники там с предъявой до какого хрена вы нам типа как подсунули да не девственную девушку и дошло до того представляете что они всем этим кахалов поехали в больницу проверять ее девственность положили там ее гинекологу к этому гинеколог вышел короче и сказал что тебе друг надо постараться более активно потому что надо на самом деле девственница ну и вот в итоге это чувак конечно был посрамлен до перед всем сообществом вот такая прикольная немного диковатая история ну ладно на цыганах поговорили а теперь перейдем дальше к тому чему нас учил курила это наш образно говоря старший в хате был сани курилок учил на всяким тюремным премудростям как я уже говорил это был тюремный человек от и до он жил тюрьмой и круглые сутки об этом только губа торио и конечно знал умел и понимал очень много всего и всему или почти всему что знал сам он учил нас то есть это и моменты психологии и какие-то как говорят тут на воле лайфхаки до тюремные которые помогают не попасть до делов и ровно двигаться по доскам частности чем мы занимались целыми днями мы слушали тормоза это была твоя обязанность вот на протяжении всего светового дня до от подъема до отбоя ты должен слушать тормоза открытые тормоза они фанерные и поэтому слышимость принципе довольно хорошая и тебе нужно понимать что происходит на продоле потому что исходя из того что происходит на продоле ты можешь знать очень много информации о том что в целом происходит на тюрьме и как тебе вести себя в дальнем в данный момент к примеру ты слышишь шаги да то есть один шаг это там топ 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 это понятно контролер прохаживать если ты слышишь быстрый резкий шаг это значит кто-то из других мусоров не с этого этажа пришел по каким-то делам на продол то есть это может быть опер психолог ну кто угодно но это не контролер если ты слышишь ляпает тормоза значит кого-то выводят опять же мы примерно через год полтора уже сиденья мы почти всех мусоров основном не почти всех мусоров основных режимника зам режимника врача психолога главного опера мы всех знали по голосам то есть ты ходишь например смотришь телевизор смотрели мы всегда не громко чтоб слышать что происходит на продоле просто ходишь прогуливаешься по хатте да там пять шашков туда пять назад туда назад если что бу 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 голос там например режимника а нам вот именно сейчас нужно побазарить с режим ником за то чтобы он нам пропустил передачу чтобы нам было что там пацанам курить мне там сладости есть и так далее все я там хожу слышу там у асаня петрович петрович идет все я короче сразу саню там тормошу если он спит или там телик смотрит или может он сам даже слышал все он сразу вскакивает бьет тормоза петрович петрович подойди ну и петрович игорь петрович редкостный негодяй да я рассказывал то режиме и он же юлька кстати узнал представляете оказывается его со скандалом уволили скрытой я даже не могу не могу вспомнить его фамилию не смог вспомнить но узнал что его скрытые таки уволили вот он там маякует двери петрович под один и петрович зависимости там от настроения лет того как застрелились подходит не подходит и уже там курил ведет с ним базар там например за передачу и например нам нужен врач да то же самое слышишь врача ты маякуешь там подошел или например о тоже очень важно например ходит братва ты слышишь голос там сазона ну там когда сазон еще смотрел все это значит что мы должны быть реально на фоксе блатные могут зайти в любой момент это значит что у нас не должно быть никаких признаков что мы занимаемся там чем-то не знаю не тюремным да там это не знаю ну там мы не можем спать например да потому что они зайдут первое что они сделать это купаться о нормально вы тут живете короче да спим тормоза не слушаем как будто не в тюрьме ваще в санаторий короче найдут что но обязательно доколупается и под предъявлено не предъявит даже скорее уколят тебя этим что показать что ты как бы не дотягиваешь до их уровня до уровня как бы тюремного человека мы этого не могли себя допустить поэтому конечно же если кто-то из блатных мы слышим там тормоза ляпают или например для под одни вторые третьи мы знаем ага уже про 2 ходить значит скоро могут зайти к нам все мы уже сидим можем даже а курил еще очень любил только так можно сказать даже понтануться чай заварить заранее чтобы они зашли на мышь слышали что уходите мы же тюрьмой живем тормоза слушаем слышали что уходите уже и чайку подварили блатные такие ну базара нет то есть но за счет этих и многих других мелочей наша хата была как бы реально уважаемо блатными хотя это вязаная хата хотя по статусу мы ниже но как бы они туда заходили как правило уже не с предъявой с наездом а так более можно сказать подружески еще если вы помните предыдущий выпуск то вы должны помнить что напротив нашей хаты 128 было выдача и мы конечно тоже все время и у нас была как бы в кормушке щель в которой мы могли видеть если понимать на и долго присмотреться кто пришел на выдачу кто из мусоров режимников кто получает там например смотрящий пришел на там получает что-то или кто-то там с другой хаты слушая это мы могли даже узнать фамилию 120 да там матисович да там он когда приходит да там получать передачу он называет свою фамилию говорит матисович не таки опа матисович саня 120 этом короче получают но поскольку ты чуковку тысу знаешь наизусть ты знаешь что мать сочи 120 хат 120 там короче получает передачу какая в этом польза до элементарно вот у нас например сигареты кончились да а мы знаем а 120 получила передачу все садимся писать маляву 120 это здоровенько вечер хату загоните по необходимому они уже отказать не могут потому что они тоже знает что мы напротив выдачи и мы знаем что им пришла передача и конечно же срыва уже тут нет ну вот такие и многие другие мелочи то есть позволяли за счет этого как бы наша хата была всегда в курсе всего в курсе всех движений могла там саня своим этим компьютером мог предсказывать что произойдет когда нужен когда может быть шумон когда какой-то из кто-то из важных легавых может дойти на проверку когда блатные могут прийти это далее и тому подобное то есть постоянно 24 на 7 крючек ведет сбор информации но я имею нормального крючек сбор и мелочи не существует как есть такая поговорка в крытой просто так даже муха не летает и вот это действительно так то есть любая мелочь который ты услышал какой-то обрывок фраз где-то в какой-то хотя ты слышишь рамс где-то подрались где-то один мусор вот мы могли даже диалоги мусоров слушать хотя мусора знают что слышимость классная и все просто как бы прослушивается до сканируется за камину где-то могли по оплошности себе позволить опты из обрывка разговора что-то узнал ага там важная для себя например на там проверка едет к примеру или еще что-то да все ты это себя добавляешь в общую копилку и анализируешь для понимания общей картины того что происходит на тюрьме это как бы очень важный навык которому конечно крытая учит просто замечательно особенно если ты сидишь в хотя с опытными и разумными людьми точно также как бы нас сани учил и базарить с мусорами хотя большинство разговоров с мусорами проводил он сам то есть он там базарила за решал какие-то вопросы там например с ячеек что-то взять или например там пришла нам консервная банка с со сгущенкой вот просто чтобы вы понимали какая с этого непосредственно материальная выгода зачем это нужно не только для того чтобы самоутвердиться и показать мусорам что там мусорами блатным да что вот у нас хата на уровне мы живем тюрьмой мы крутые но тут есть и конкретно материальная выгода пример ну вот я имею в такой вот тюремные этой хитроумности до пример вот пришла нам банка сгущенки да по уставу мы должны подсунуть какую-то пластиковую тару мусор берет нам банка естественно не выдают камеру мусор берет идет на ячейку приносит открывает и выворачивает нам ложкой туда все в банке то остается еще добрая блин столовая ложка сгущенки и он ее выкидывает ну или пойдет сам кофе попьет и это нужно быть очень высокого левела крыльчиком чтобы взять эту банку под честное слово потому что с ним можно 10 заточек сделать под честное слово взять ее в хату и вышкрести оттуда все потому что вы понимаете что ложка столовой сгущенки вкрытые это ну как здесь не знаю как эквивалент дорогой дорогущей коробки конфет понимаете вот же там нету и и вообще почти ни у кого ну то есть это прям реально деликатес и и потом эту банку вернуть вот и добиться этого контролера это дофига делов потому что это от него прямое нарушение инструкции но если ты high level крыльчик то ты это сделаешь но это вот такой просто самый такой базовый простой материальный пример и поэтому нас учил курила и базарить с мусорами то есть это тоже целая наука то есть с одной стороны ты должен быть с ними максимально дружелюбен весело общителен в общем на позитивных эмоциях всегда проще решить свой вопрос получить от него то что тебе надо нежели ты будешь там бычить или требовать это понятное дело но в то же время какой-то переизбыток общительности когда он может быть воспринят что ты как будто для него подлизываешься и он может начать и многие мусора обязательно колоть тебя в ответ или просто игнорить и нужно знать когда показать зубы можно там или рыкнуть мусор или ответить ему грубо если он переходит границ допустим а когда ты строишь с ним как-то более дружелюбный до диалог и вот это вот знать когда улыбнуться рассказать анекдот спросите его как у него дела у контролера у дпнт у корпусного и знать когда ему сказать слышь ну типа там василищ дальше слышь василищ ну ты давай следи за базаром ну мы с тобой вроде нормально разговариваем так не надо доброту за слабость ну понимаете в таком духе знать когда как себя повести вот эта большая премудрость и мы смотрели на него учились у него со мной мусора по правде говоря вот там когда в 128 не очень много базарили обычно неохотно часто нередко когда подходил кормушка не были позови курила по двум причинам во первых политически они боялись боялись что я напишу там в газете до какой-то или не знаю расскажу на воле что вот там корпусной такой-то он там решает вопрос да но тут даже видите все как бы я не называю как правило мусоров до которая именно по именам которые конкретно нам помогали что то делать зачем как бы их подставлять ну те кто делали гадости конечно я их называю вот боялись как политического боялись какой-то публичности они как бы вот чуть-чуть со мной держали дистанцию хотя и это через год-полтора уже когда мы уже они уже меня знали хорошо это уже ушло и где-то я мог побазарить и они там не могли идти на встречу это во первых во вторых традиционно до курила там отсидел по моему же 3 крытые то есть это почти 9 лет до и мусора его просто очень хорошо знали и поэтому конечно им было комфортнее все вопросы решать именно с ним тоже самое касалось разговоров с блатными да то есть я уже рассказывал что когда ты они сидят с тобой базарят очень часто они воспользуются любым поводом чтобы тебя унизить чтобы ты не сказал неудачно пошутил неудачно задал вопрос это будет в ответ либо подкол какой-то либо на тебя могут там рыкнуть и там оскорбить да например и ты как бы по статусу ничего не можешь сделать зависит опять же облотно не все они такие там мрази и мудаки да то есть были нормальные вот в частности опять же хочу хорошее слово ты за серёгу сазона сказать то есть при мне это человек который никогда не злоупотреблял какой-то своей властью свои статуса и не пытался утвердиться за счет увязанных как делали многие другие там и вова лысы и юра шаройкин и ну в общем всякие но все равно нужно было быть всегда на чеку то есть и нас курила этому тоже учил не задавать лишних вопросов показывает наоборот что ты знаешь что ты разбираешься но слишком много показывает тоже не надо потому что блатны это они нам хоть и братва и сотоварищи по несчастью но они далеко не друзья то есть это тоже на память вообще вкрытые друзей у тебя нет доверять особо никому нельзя и я не помню говорил я вам или нет но система контроля над вязанными была построена таким образом вкрытой что в каждой из камер сколько их было там около 30 сидел вязаный один который писался со 108 котловой хаты ну по малявам все время контачил и всегда был один обязаный который сообщал о всех происшествиях камеры и конечно же сообщалось и кто-то начинал гнать на братву то есть у них каждой камере если проще говорить был свой шпион вот и поэтому это говорил о том что конечно всегда они выискивали здраду выискивали какое-то там предательство до заговоры и это позволяло им держать как бы политическую ситуацию под контролем то что у них везде были уши везде они все чек или плюс мусора им приносили информацию и поэтому исходя из этого тоже это просто потому что разговоры с блатными нужно было всегда быть предельно осторожно но при том вы должны понимать что вот это то что вам сейчас рассказал никогда нам курила прямо тоже не говорил естественно он тоже не мог сказать нам или показать что-то против братвы потому что он осторожный парень всегда был и он понимал что доверять нельзя никому и нам как бы в том числе и мы все эти выводы делали сами по его поведению по его каким-то интонациям что братва братвой но мы должны блюсти свои интересы и не подставляться потому что любой будет рад нас как бы унизить нам показать наше вязаное место и вообще показа возвысится как бы за насчет и нельзя давать им повода это делать но еще хотел рассказать про малявы про культуру маляв но это очень отдельная тема поскольку времени уже много прошло то наверное в другой раз и я так подумал знаете что очень многое как-то сконцентрировался на негативе то есть я вам столько рассказать какой-то жесть и ужасов неприятности на самом деле было много и хорошего но вот хотя конечно какой бы то там страшно неприятные места не было но было много классного прикольного были там и шутки прибаутки и впечатление которое я сейчас даже с теплом вспоминаю вот один из таких приколов был чайный гриб который у нас рос если я думаю все знают даже такой чайный гриб как он выращивается у нас была своя ведерко конечно по уставу не положено но у нас было и мы там растили гриб мы ему дали имя стивен вот нашего гриба на наш гриб звали стивен мы его растили и пили вот эту вот чайную напиток этот под него особенно курила любил вот у нас были многочисленные приколы о том как этот стивен как какой он мог бы жить жизнью чтобы он там не убежал не устроил побег из тюрьмы ну короче разгонялись как могли с этого стивена еще прикольный момент был это если кто помнит в минске в тринадцатом году был концерт миллион фармер это французская такая певица и по могилевскому тв в рамках рекламы как бы этого будущего концерта постоянно крутили ее клипы с тех пор статья подсел на творчество миллион фармер и до сих пор я слушаю это и чтобы как бы еще больше людей завлечь по нт в октябре 2013 включили какой-то старый концерт миллион фармер по моему 2007 седьмого года но есть один нюанс что он его показывали ночью а ночью телек смотреть запрещено и как назло в эту же ночь был самый ублюдочный ну один из самых ублюдочных корпусных погоняла его было пища он меня не любил и скурила его было тоже так не очень хорошо впоследствии вообще как бы был конфликт потому что он уже оборзел и представляете что этот урод сделает но типа а я говорю саня блин сами короче хочу посмотреть концерт миллион фармер просто капец как надо нам как-то добазариться чтобы ночью телевизор посмотреть но обычно как бы саня всегда это решал этот вопрос я говорю блин надо посмотреть вообще стопудово и он давай решать разговаривать все заступил 8 вечера на смену этот писи и он давай с ним решать этот вопрос и представляете что он ему говорит говорит да я бы тебе дал посмотреть вообще никаких вопросов мне жалко но и показывает через кормушку на меня представляете то есть он дает понять что пока он в этой хате ты ночью телевизор смотреть не будешь ставить какая мразь типа намекает на то чтоб курил курила меня как-то там выдавил выкинул да там из хаты создал мне невыносимые условия но курила конечно это не повелся и сказал ну смотри сам горит вроде все должно быть нормально но и горит не гарантирую потому что этот может акт написать ну написать акции значит ты поедешь в шизо поэтому готовься ну типа решай сам я говорю ладно гружусь хрен с ним я готов был 10 суток в шизо откататься ради того чтобы посмотреть этот ночной концерт миллион фармер и вот короче я его включил он начался там где-то в 12 ночи или в час и шел до трех часов ночи просто даже на нашем убогом телевизоре звук был такой классный и такие классные песни и сам этот концерт был просто суперский там я посмотрел ну прям такое шоу там куча всяких и переодеваний было и какие-то ну короче очень по-богатому а когда просто поймите здесь как бы на воле это не так ценится но когда ты в тюрьме и ты не видишь ничего кроме этих четырех стен этих долбанутых зэков вокруг себя и ты смотришь на концерт какой-то заграничные офигенные красивые там певицы которая делает какое-то офигенное шоу с 1000 переодеваний тысячи танцоров которые смотрят там хрен знает сколько людей там это вся цвета музыка и песни там как бы сами по себе да они классно и ты просто сиди я помню я лежал на наре и я так погрузился в происходящее я вообще забыл что я вкрытой что у меня еще там два с половиной года тюрьмы впереди где нахожусь что как почему я просто так вот с головой ушел в эту музыку в эти образы которые там мелькали на экране и просто кайфану вот марил искренне кайфану глядя этот концерт миллионформер в октябре тринадцатого года и даже знаете до сих пор с теплом как бы вспоминая вот эти вот моменты еще рассказывая о том чем я занимался свободное время конечно я ходил на прогулки прогулки у нас были 40-50 минут каждый день и я всегда на прогулках занимался спортом практически всегда то есть у меня были перчаток там не было поэтому я брал просто с собой две каких-то картонки до или два просто куска от кусок кусочка ткани я их клал на асфальт что там все и заплеванные закиданы бычками было часто я клавиш на асфальт и вот на них отжимался отжимался на руках отжимался стоя у стены на руках до головой вниз получается потом там были такие довольно высокие решетки то есть там прогулочные дворики на первом они были этаже получается как такие большие квадратные ямы до поверху над которыми ходят контролер и если хорошенько подпрыгнуть то можно было допрыгнуть до решеток которыми покрыты эти ямы и взяться за них руками за эти прутья и на этих пульсах короче подтягиваться все всегда было классно один только там контролер был который все время обучила так они не обращали внимание вот занимался всегда спортом и виталик цыган тоже ходил всегда со мной на прогулку а курила практически никогда не ходил он не любил и вот во время одной из прогулок мы услышали как соседнюю камеру заводят лёшу гуза ты такой лёша гуза это один из участников эскадронов смерти вместе с игнотовичем и маликом осужденные дали ему 25 лет много всяких историй про него слышал уже вкрытые не знаю что правда что неправда рассказывают что его мусора довольно сильно били рассказывают что он поехал крышей в принципе я в этом мог убедиться потому что ну он вел себя так как достаточно неадекватно он был всегда сидел только в одиночке и сидел уже очень долго но тоже на на лет 10 его завели соседние от нас дворик он начал петь песни какие-то детские песенки но мы с мориком переглянулись и поняли что да скорее всего ему оторвало кукундер окончательно и помню когда я вы сходил из хаты прогулочной мне прям интересно стал на него посмотреть я открыл глазок и видел стоит мужик в шортах и с бородой то есть что шорты что борода в тюрьме запрещены но видимо поскольку он уже был не очень в себе мусора как бы ему это спускали и не очень обращали внимание не предъявляли ему за это но я лично конечно же мне его не жалко и не то что его били не то что он поехал крыша я рассматриваю это конечно как нагазание от бога за все то что он сделал еще такой интересный момент на прогулке в крытое всегда выводят с собаками это тоже создает такую дополнительную напругу то есть ощущение того что прям ты вообще опасный опасный преступник хотя это уже как выглядит атовизм потому что насколько там нас там двоих или троих ведут два этих самых контролера еще и собакой ну смешно куда мы убежим что мы сделаем но тем не менее такой тоже интересный момент представьте что тебя на протяжении там двух двух с половиной лет вы каждый день выводят каждый день выводят на улицу только в сопровождении служебные собаки служебные собаки как какого-то зверя до которого при необходимости нужно затравить всегда но так в целом прогулки конечно это была очень большая отдушина в большой катя было хреново гулять мне не нравилось потому что только ты выходишь на прогулку подышать свежим воздухом и 8 человек достают свои сигареты и закуривает блин какая же это жесть поэтому когда 128 хате был конечно было намного кайфовее и это одна из твоих немногих возможностей увидеть солнце увидеть небо опускает и небо в клеточку да вот откуда и пошло это эфемизм да если кто не понимал не знал что ты в камере ты это небо не видишь единственное кто-то его видишь это на прогулке на прогулке у тебя твой твоя это яма в которой ты гуляешь где-то такая бетонная бетонный такой короб там разные дворики ну в среднем может 5 на 7 метров вот такие она покрыта сначала прутьями решетчатыми да вот те самые на которых я потягивался потом сверху еще и сеткой зачем сеткой за тем чтобы из хаты в хату не перекидывали грузы потому что если убрать сетку конечно зайки начнут друг другу кидать малявы сигареты ножи пистолеты там все на свете поэтому небо ты то видишь практически тоже только в клетку либо только если тебя между корпусами как-то поведут по верху они по тоннелям как всегда воде но вариант этого он очень очень небольшой то ты там увидишь полсекунды это небо поэтому когда ты из долгого нахождения в каменной системе выходишь на волю и смотришь вверх тебе просто капец как непривычно вот когда меня освободили ты просто идешь и ты понимаешь у тебя над головой нет потолка тебе это так дико так странно и ты не можешь очень долгое время к этому привыкли ну и я вам обещал еще рассказать одну поучительную жесткую историю был у нас такой парень тоже из блатных сидел какой-то братской хате марчелло погоняла если не ошибаюсь он из витебска сам я обратил внимание что он всегда но он несколько раз нами заходил вместе с братвой я обратил внимание что он всегда зимой и летом во все времена ходит в теплых вязаных носках тоже так странно выглядело и потом мне про него рассказали историю он сидел на единице этой к 1 на кальварийской как я уже сказал где все время очень жестко ломали блатных это было начало нулевых там 2000 2001 год ломали как за если ты отказываешься подписать бумаги если ты говоришь что ты бродяга тебя закидывают в холодный карцер но настолько холодные что там ледяши были прямо в камере представляете то есть конденсат скапливался и создавались все такие ледяные глыбы закидывали ты там сидел и два раза в день тебя били на утренние проверки и на вечерние проверки а что еще с ними мусора делали их один раз на проверку вообще выгнали может это даже не один раз было выгнали в одних только тапках и вот так вот зимой их в одних тапках держали на улице долгое долгое время в итоге марчелло отморозил пальцы у него началась гангрена естественно про если нормально было отношение врачей то она бы не началась но про отношения врачей вам уже рассказывал ему отрезали эти пальцы в конечном итоге прошло какое-то время у него это воспаление но поскольку не питание нормального не свежего воздуха не реабилитации не лечения какое-то время его эти это гангрена воспаление началось вновь ему отрезали еще выше ему там отрезали 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 эту ногу по кусочку и чтобы не началось это воспаление он все время ходила в теплых шерстяных носках вот у него тоже был большой срок за убийство по моему 17 или 18 лет и освобождать он должен был вкрыт скрытой он тоже взял по моему three или даже четыре крытой освобождаться должен был скрыт у нее никого не было он как у большинства блатных там кто там будете 18 лет ждать до кроме матери старый и вот он должен был освобождаться я не полностью день в мае по моему 3 мая будетшаяся 3 дата не имеет значения 3 мая вот он должен был освобождаться и 2 мая его мама умерла представляете какая жесть вот даже не верится такие какие-то совпадения ужасны тоже такая вот трагичная история в общем мужика этого жизнь потрепала ну на этой не очень веселой ноте мы будем останавливаться пожалуйста не забывайте если вам понравилось это видео поставить лайк тем самым вы поможете ему подняться вверх и все это увидит большее количество людей подписывайтесь пожалуйста на мои соцсети которые вы сейчас видите на экране давайте будем вместе и даст бог я сделаю для вас еще много интересного контента но пасаран стоп таракан свободу политзаключенным